Всем привет! Сегодня мы продолжаем серию видео о покупке недвижимости, о лайфхаках, которые я вам подскажу, так как я являюсь бывшим сотрудником банка и немножко в этом понимаю. Поскольку кредитные видео о кредитах, которые я снимала уже тысячу лет назад, пользуются до сих пор большой популярностью, люди в личку обращаются ко мне всякими вопросами, сегодня я решила раскрыть такую тему, как ипотека через Бирбанк, Дом Клик. Какие там есть нюансики и как можно сократить свою процентную ставку по ипотеке. Итак, первый лайфхак, которым я не знала, это то, что вы можете попросить вашего продавца, если вы уже знаете конкретно, какую квартиру вы покупаете, просто подать объявление через Дом Клик. То есть клиент Сбербанка, любой, зарегистрируется на сайте Дом Клик и вы подаете заявку, если вам одобряют все нормально, выбираете квартиру, как будто на Дом Клик, и вы выбираете именно эту квартиру, и тогда у вас будет 0,3% скидка на ипотеку. Кажется, 0,3%, что это вообще? Но на самом деле, когда речь идет о больших суммах, знаете, там набегает приличная-приличная сумма. Следующий лайфхак это покупка страховки, страхование жизни и страхование имущества. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни крутили, но в ипотеке Сбербанк себя полностью обезопасил, и такой фокус, что пятидневное охлаждение произошло у клиента, если кто не в теме, то если вы берете потребительские кредиты, вам отчетливо навязывают страхование жизни, и мол, типа, мы вам кредит не дадим, если вы не застрахуетесь, то в принципе можете застраховаться и в течение пяти дней написать заявление в банк о возврате своей страховой суммы. Конечно, будет непросто, но если речь идет о большой сумме, то все равно можно добиться возврата страховки по своему кредиту. Что же касается ипотеки, то там нет. Я еще не читала, но, скорее всего, там вариант о трехстороннем соглашении, поэтому вариант с возвратом страховки за жизнь не предусмотрен. Но, если вы страхуете жизнь, и вам нужно обязательно просчитать, сколько у вас будет суммы страховки. Это зависит от возраста страхователя, то есть от возраста заемщика, кто страхуется и кто, соответственно, будет застрахованным лицом. У каждого возраста есть свой коэффициент, и вы умножаете эту сумму на этот коэффициент, который вы можете узнать в любом отделении Сбербанка, прийти к кредитному специалисту, и он вам просчитает. И посчитать, 1% скидка идет на ипотеку, будет вам дешевле, или же будет дешевле все-таки заплатить эту страховку жизни. Потому что здесь уже зависит от той суммы, которую вы берете. Следующий лайфхак, который я вам подскажу, это оформление этой самой страховки. Если вы ее оформляете на сайте онлайн до заключения кредитного договора, это можно делать хоть за день, то вам 10% скидка на страхование жизни. Также, если ваш один из супругов, если вы берете кредит, допустим, на муж или на жену, то если даже ваш супруг не является со-заемщиком в этом кредите, но кто-то из вас моложе 35 лет, вам также предоставляется 0,5% скидка на ипотеку. Это тоже все там 0,3, 0,5, 1 и так далее. Также скидка идет 1% на зарплатный проект Сбербанка. По закону сейчас вы можете в любом работодателе, у любого, написать заявление о том, что прошу переводить заработную плату мне на карточку Сбербанка. И по закону работодатель обязан вам перечислять на эту карту. Если вы задумали оформлять квартиру, ипотеку в кредит, я вам рекомендую сначала написать такое заявление у работодателя, и чтобы у вас хотя бы месяца 2-3 шла заработная плата на карточку Сбербанка. Это облегчает во многом сбор документов. И если вы участник зарплатного проекта, вам даже не нужна копия трудовой и справка 2 НДФЛ в банк. Достаточно только галочку поставить, чтобы вы участник зарплатного проекта Сбербанка. И, конечно, процент одобрения у вас, ну, ваш как бы процент одобрения повысится, да, то, что вы регулярно в Сбербанке получаете заработную плату. Также у вас должен быть, конечно же, непрерывный стаж более полугода, желательно на одном и том же месте работы. Ну, тут такое, знаете, на усмотрение банка, это зависит также от вашего дохода, насколько он стабилен и какая это будет организация. Я, например, выступала со заемщиком кредитным в ипотечном договоре, но меня даже не приняли со заемщик, потому что у меня нет полугода на последнем месте работы. То есть у меня была переорганизация, увольнялись с одной организации, принимали другую, там что-то без содержания какие-то были месяца. В общем, не подходит такой вариант. Поэтому нужно, конечно, подавать на максимальную сумму, а уже банк принимает решение, какую сумму он вам одобрит. Далее, по Домклик вы подаете заявку онлайн, и уже можете сразу же искать квартиру, и в течение двух-трех дней рабочих вам одобряют кредит. Приходит смс в том, что вам одобрена такая-то сумма, приходите, собирайте документы. Если вы оформляете кредит, вернее, покупаете квартиру от собственника, вам самому придется идти в банк, вам назначают персонального менеджера. Вы можете, кстати, поменять отделение, в котором вы будете делать сделку. Например, то отделение ближе к вашему агентству недвижимости или к самому продавцу, или к самому объекту. То есть вы можете подавать заявку в любое отделение, которое удобно вам, если оно есть в вашем городе. Потому что, например, в нашем городе, оказывается, сейчас нет ипотечного отдела, только в соседнем. Вообще меня отпугает эта тенденция в нашем городе, что все как-то прикрывается, передается на более крупные города. Еще, вы можете получить скидку, вот сейчас уже, честно говоря, не помню сколько, то ли 1%, прям такая хорошая скидка на ипотечную ставку кредитования, если будете оформлять, будет у вас электронная регистрация. Что такое электронная регистрация при покупке недвижимости? Вам не нужно будет идти в МФЦ, но для продавца это дополнительные расходы. Около 5 тысяч рублей это стоит. Но если человек находится в другом городе, ему билет, не знаю, человек в Питере, в Москве, где угодно, сделал как в Воронеже, то, конечно же, ему дешевле сделать электронную регистрацию, чем приезжать физически. Это нужно жить, ночевать, билеты и прочие-прочие расходы. Поэтому электронная регистрация на самом деле очень удобна для людей, которые находятся в разных городах. Если же это один город, то, в принципе, тоже это удобно, если это существенно вам по сумме делает скидку на ипотеку. Электронная регистрация чем хороша? Что все происходит в банке. Да, сейчас вы не являетесь собственником квартиры, ею является банк до тех пор, пока вы не погасите этот кредит. И, соответственно, вы будете платить, но будет квартира, так называемая, с обременением. При электронной регистрации сейчас не выдается ни при электронной, ни при обычной сделке с недвижимостью, такого понятия, как «зеленка» нет. Сейчас вносится все в реестр обычный, единый реестр недвижимости. И вы можете оттуда заказать справку о своем объекте недвижимости. Я вам рекомендую это сделать до сделки, до предварительного договора, чтобы узнать, кто действительно является собственником этой квартиры. И также на сделку нужно будет от продавца, и может это покупатель подсуетиться, то есть это уже на ваше усмотрение. Я вам рекомендую самим заняться, если это агентство, то это агентство этим вопросом занимается. Справка об отсутствии задолженности. Но самым простым способом по коммунальным услугам это является приход и небольшое такое заглядывание в почтовый ящик. То есть если почтовый ящик не закрыт, ну, любым пальцем, любым ключом можно отговаривать, и если эти квитанции в этом объекте не заображают, квитанции обычно имеют свойство накапливаться. Можно оттуда выдернуть и реально посмотреть, сколько задолженность по различным коммунальным платежам у собственника. Следующий нюанс при получении кредита, это обязательно, конечно, прочтение всех паспортных данных собственника, изучение все до буковки, до циферки, потому что в Росреестр может быть такое, что внесены какие-то такие небольшие ошибки, которые могут в последствии, вы уже пришли в банк на сделку, и бац, какая-то обидная опечатка, ошибка, которую можно было до сделки исправить в Росреестре за пару-тройку дней, приводит к тому, что сделка переносится, обменяется и так далее. То есть нужно все внимательно читать и смотреть. Если, конечно, занимается этим агентство, то вы сидите вообще не паритесь, вы даже не подаете заявку онлайн, если хотите, можете подать сами заявку онлайн в банк и ждете одобрения, или даже через агентство, если это агентство такое достаточно хорошее, крупное, надежное, то есть ипотечный брокер, который занимается всеми вот этими вопросами, нюансами, о которых я вам сказала, и если вот знать вот эти все тонкости о том, что можно подать объявление от продавца, что нужно оформлять страхование жизни до сделки онлайн, тогда еще там 10% скидка, все это набегает и на вторичку минимальная процентная ставка у вас может получиться 8,6%, вместо первоначальных 9,5%. Это дофига, если пересчитать на деньги, там на 10, на 15, на 20, 30 лет. Дальше, если вы берете от застройщика, еще обязательно на Домклике посмотрите, есть ли этот застройщик в партнерах Домклика со Сбербанком, потому что не все застройщики, даже самые такие именитые, надежные и прочие, не являются партнерами Сбербанка через Домклик. Там тоже нужно нажать нужную кнопочку, выбрать этого застройщика, чтобы у вас была процентная ставка 7,5%. Но это, знаете, такое очень редкое исключение. Возможно, вы действительно через Домклик, через застройщика найдете нужный объект и получите такой шикарный условий по кредиту 7,5%. Что касается процентов по кредиту, расскажу все на пальцах. О досрочном погашении. Я рассчитала, там сейчас вот есть прекрасная функция график платежей. Можно увидеть, сколько у вас будет первый платеж, из чего он будет состоять, какая часть будет уходить на проценты, какая на погашение основного долга, подобрать по годам, поиграться, то есть какой вам платеж будет удобен, и сколько лет, и сколько будет переплата. Конечно же, стоит максимально сократить сумму кредита для того, чтобы в общей сумме переплата была меньше и меньше ежемесячный платеж. Потому что, ну, все мы живые люди, можем остаться без работы, какие-то быть проблемы, да, и прочее, прочее. И, соответственно, не всегда мы сможем доплатить по этому кредиту. Поэтому нужно выбирать наиболее оптимальный для вас платеж. Какие же могут быть у вас дополнительные затраты при покупке квартиры? Помимо, ну, так скажем, накладные расходы, да, неучтенные, которые тоже нужно откуда-то брать эти деньги и тоже вам их оплачивать. Это, понятно, кредитные средства ваши личные, которые вы платите за саму квартиру. Это услуги агентства, если вы покупаете квартиру через агентство. И помимо услуг агентства, чаще всего эти затраты не включены. Это оплата ценщика и оплата делать эту экспликацию, да. Далее и госпошлина. Значит, бывают такие продавцы, которые пытаются раскрутить, что вы все оплачиваете госпошлину, но нет. По закону каждый оплачивает свою квитанцию. Ну, и на практике тоже чаще всего, чтобы, знаете, не попасться до дурачка. Вы берете свою квитанцию, продавец берет свою квитанцию и оплачивает. Возможно, там вы договоритесь, что он вам переведет деньги за эту сумму, вы сами все оплатите, но это уже индивидуально. Но по сумме пополам обычно. Это сумма госпошлины за саму сделку. И средняя такая цена оценки. Оценщик от 3 до 6-7 тысяч, так средненько, если обычная квартира, да. Это зависит, опять же, от площади и перепланировок и прочего. Экспликация стоит около 2000 рублей. И госпошлина, я думаю, что она везде одинаковая, где-то 4000 рублей, то есть по 2000 с каждой стороны. У кого-то, может, там 1000 с чем-то, у кого-то 2 с чем-то, ну, то есть вот так. В принципе, это все. Весь пакет документов, правки по отсутствию задолженности, предварительный договор, что там еще, оценка, экспликация. Все этот пакет документов вынесете в банк, либо ваш агент. И дальше ждете одобрения объекта недвижимости, помимо одобрения кредита, который вы должны получить заранее, да, по интернету. Вы персональному менеджеру обязательно там все проверьте, чтобы все скидки были учтены. И, соответственно, когда уже вы передаете документы в банк, вы ждете решения банка об удобрении этого объекта недвижимости. Ну, чаще всего, если это новостройка, то, ну, и все документы в порядке, то проблем быть не должно. И затем вы выходите на сделку. Если это электронная регистрация, то вам не нужно идти в МФЦ, а приходите непосредственно в банк, и там все вносится. Банк сам подает документы в Росреестр, там в течение, там, трех дней, что ли, регистрируется ваше право собственности, да, банка вас там прописывают, все, и все. И сделка считается совершенным. Вы можете приступать к проживанию в этой квартире и оплачивать кредит. Что по поводу оплаты и досрочного погашения кредита? Я заморочилась прям, все там набила, график платежей. И что я могу сказать? В первые три года досрочно гасить, если это не какая-то прям крупная сумма, допустим, вы свою квартиру продали, да, подружили, купили в ипотеку новую, продали ту и внесли сумму, ну, конечно, тут речи не идет, нужно вносить эту сумму, да, для погашения квартиры. Но когда вы берете, ну, скажем так, у вас есть какой-то большой первоначальный взнос, вам какой-то суммы не хватало. И потом у вас появляется, там, ну, к примеру, 100 тысяч рублей, да, и вы хотите, там, второй, третий месяц погасить эти 100 тысяч рублей. Вот я вам скажу, не нужно этого делать. Лучше эти деньги использовать сейчас, положить на вклад, отдать долг, если вы брали на первоначальный взнос долг, чем класть их в банк. Объясню, почему. Это звучит странно, но да, я считаю, что это вообще неразумно, потому что инфляция съедает настолько эти деньги в будущем. И если вы вносите, допустим, 100 тысяч, да, то у вас не все 100 тысяч уйдут на погашение основного долга, если это будет в первый, или второй, или третий год. Вот у вас из этих 100 тысяч где-то 1060 уйдет на погашение процентов, потому что банк раскидывает проценты сразу на 10 лет, и большую часть процентов он уйдет как раз на первые годы. И, соответственно, если вы 100 тысяч внесете, то основной долг вы погасите только 40 тысяч, а 60 и то, если это вы будете брать, ну, там, лет на 10. Если вы будете брать на 30 лет, то вы внесете эти 100 тысяч просто как проценты. Ну, блин, через 10 лет вы лучше внесете тогда эти 100 тысяч, чем сейчас. Сейчас это для вас будет какая-то ощутимая сумма. А через 10 лет это будет, может, блин, как 100 рублей. Поэтому не советую вам вносить какие-то большие суммы, ну, такие как 150 тысяч в первый год, потому что у вас банк заберет из них 60 процентов, а то и больше, на проценты, а остальное на основной долг. Вот такая хитрая штука. Поэтому лучше первые месяца платить, да, конечно, лучше платить чуть-чуть больше, чем сам платеж, но, опять же, думайте, всегда думайте, как лучше поступить и просчитывайте, потому что есть такое дело, как инфляция, обесценивание денег. Может быть, на эти 100 тысяч лучше купить долларов, положить их и ждать, когда курс поднимется, чем отдать проценты банку сейчас. При этом эти 100 тысяч обесценятся и вам не сыграют никакой роли. А сейчас они вам просто жизненно необходимы. Вы на эти 100 тысяч можете ремонт сделать, я не знаю, опять же говорю, отдать долг, вложить их в валюту или куда-то еще. В общем, не советуем первые три года вложить вот такими большими платежами. Это через 10 лет не оправдает себя. и лучше, допустим, если у вас платеж, не знаю, 19 500, вносите 20, тогда вам это будет не так бить по кошельку, но эти 500 рублей у вас уже все равно будут идти как-то там чуть-чуть уменьшать вашу общую переплату за все эти 10 лет. Поэтому если вы, опять же, еще не договорила, если вы вносите, допустим, те же 100 тысяч первый год, то на сумму переплаты за 10 лет это повлияет очень незначительно. И на платеж это тоже существенно не повлияет на сумму платежа. А вот если вы будете платить по чуть-чуть и постоянно, первые три года, тогда вы уже выйдете на меньший платеж уже там четвертый-пятый год. Поэтому здесь нужно внимательно все думать, просчитывать, анализировать и иметь такой немножечко вперед взгляд с финансами. Я очень постаралась, чтобы это видео для вас было максимально информативным и я очень хочу, чтобы вы сэкономили как можно больше своих кровно заработанных средств. Я буду очень рада, если мои советы вам в чем-то помогли. Я очень жду от вас отклика, были полезны это видео для вас. Ставьте, не забывайте лайки, это очень помогает продвижению моего канала. И задавайте вопросы, задавайте новые темы, на которые бы вы хотели получить от меня какую-то консультацию в плане финансов, кредитов и прочего. на этом я с вами прощаюсь, меня зовут Оксана Хорошая, помните, что все будет хорошо и до встречи в новых видео. И пока Продолжение следует...